А раньше на Polaris это он зажигал, да На нем ездить гораздо приятнее и комфортнее И управляется он лучше Ну заехали так заехали Кто не знает, вот это подвеска Alpha Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, выходные прошли Гостиница практически пустая, всего одна банда в гостинице А на выходных не было свободных мест 80 человек жило по информации с Reception 80 человек и все они утром здесь в ресторане И вечером здесь в ресторане Просто жесть Погодка налаживается кстати Вчера было пасмурно, хотя нет, вчера с утра было тоже ясно А потом облака и стало пасмурно Но сегодня теплее значительно 15 градусов и нагревается Солнце встает Видно как нагревается И ветер Меньше становится Горнопляж, март Переходим к комментариям Привет Алексей Объясни один момент По настройке переднего амортизатора И стропы на гусянке Это задняя подвеска Ты с Ярухимовым? Он не Ярухимов, он Ярухимов Говорите, что для всплывания в глубоком снегу Стропу надо подтягивать А в инструкции написано Что распускать для глубокого снега Все верно написано Потому как в инструкции написано Нужно распускать стропу Для лучшей управляемости в глубоком снегу Всплытие в глубоком снегу и управляемость Это разные вещи Чтобы снегоход проще всплывал Нужно подтягивать И амортизатор ослаблять Чтобы снегоход лучше управлялся в снегу Нужно делать, чтобы подвеска больше выпадала из туннеля То есть распускать стропу и амортизатор делать При натяг пружины переднего амортизатора задней подвески делать больше Алексей, привет! Почему тебя не видно на тестах снегоходов 2022? Я работаю и тесты для меня будут чуть позже, 18 числа Я планирую поехать потестировать, но не факт Потому как нужно смотреть по здоровью будет По итогу твоя зарплата это лишь кайф от катания Иногда за некоторые дни даже приходится доплачивать Поэтому бывает, что люди не приезжают Группа не полная и я ухожу в минус У меня есть некая себестоимость И не всегда я в нее попадаю Поэтому не так радужно это выглядит, как вы себе представляете 30 тысяч дней катания у тебя стоит Ой, как дорого-то ты там купаешься в деньгах Но расходы у нас тоже большие Ну так это рабочий инструмент Экип у тебя, можно наверное аккуратнее И сам экип дешевле Но где удовольствие тогда? Один раз живем Вы сами ответили на свой вопрос Тем более я провожу более 100 дней в горах Сегодня будет 106 день катания И на экипе экономить вообще нельзя Экип должен быть самый лучший Самый технологичный Иначе комфорта не будет Иначе можно замерзнуть Иначе можно простыть И вообще, что это будет тогда за каталка? Можно фуфаечку одеть Но это будет не то Вторая часть вопроса Можно поаккуратнее Я и так использую экип и технику очень аккуратно Поэтому это максимальная аккуратность Но тем не менее, все равно износ есть Insta360 One Air 360 или Insta360 One Air Twin Для чего может понадобиться крутой 1-дюймовый широкоугольный модуль Разработанный совместно с компанией Leica 1-дюймовый модуль нужен для того, чтобы снимать с широким динамическим диапазоном Не буду вдаваться в подробности Но модуль 360 иногда засвечивает Когда едешь против солнца В тени он показывает просто черное Нет никакой информации А вот 1-дюймовый, он показывает информацию И там, где засвечено И там, и в тенях Уже не черно, а серо То есть там все видно И картинка более качественная Вечер добрый А где можно купить или заменить каутилку на ботинках? Есть специальные сайты Есть специальный сайт Можно загуглить сайт Официальный сайт BOA Туда написать рекламацию Мне прислали 2 каутилки И 4 тросика Под мои ботинки В России некоторые магазины торгуют Но это точечно И очень сложно найти Алексей, за сколько дырявый комбез продашь? Он же дырявый Как его можно продать? Хотя хорошая идея, наверное, да Завтра будет прямой эфир И давайте вот весь этот экип, который заминусован Что-нибудь с ним сделаем Или продадим, или разыграем Я решу чуть позже Алексей, почему 850-ка трогается с 3300 оборотов? Со скольки трогается снегоход? Зависит не от мотора, а от вариатора От настроек вариатора И разные снегоходы могут трогаться с разных оборотов Поэтому тут нельзя сказать Тейт-300, по-моему, нормальные обороты Если я правильно все помню Привет, твои комбезы Links Quantum Разных модельных годов были разного размера S и M Помнишь, как отличались от Меры и Крой в разных модельных годах? Да, помню И я об этом говорил в начале сезона Новые Квантумы Мне их Крой не понравился Я потом привык, конечно И уже, в принципе, не обращал внимания Но вот сейчас оранжевый, который это был самый классный У меня еще зелененький был Такой черно-зеленый Тот вообще суперский, я считаю, лучший комбез Который был из Квантумов Новые Квантумы, к сожалению, мне не очень Во-первых, он износился быстрее В принципе, мне Квантума практически хватало на сезон Уже он, конечно, изнашивался Но я сезон откатывал Другой момент Всякие вот липучки Там наличие резинок Крой сам Мне нравился в предыдущем Квантуме И я неоднократно об этом говорил Привет, Алексей Цены, конечно, жесть Но думаю, на следующий год еще на соточку Больше надо будет Я думаю, даже не на соточку Если покупать полный комплект А мне нужно будет многое, что еще докупать Я хочу еще одни очки К Линксам Линкс купить И еще одни попробовать Другой фирмы И вообще буду стараться Купить много чего Там ботинки разных брендов Купить, потестировать И опять же, надо понять Какие ботинки хорошие Какие плохие У 509, кстати, вышли очки Которые с подогревом С вентиляцией Принудительно еще и отстегиваются На магнитах снимается линза Тоже интересно протестить И понять, как это вообще Потому что первые 509 с подогревом Мне не нравились Сейчас может все измениться Так что я думаю Там 1350 надо будет 400 под вот этот экип Который я задумал Это те комментарии На которые я отвечаю Тут есть несколько комментариев Еще на которые я бы хотел ответить Но потом я думаю Что вы напишите другие комментарии Типа Откуда столько агрессии Ты что так подписчикам относишься Потому что комментарии просто жесть Я не знаю Ребят Я просто не буду на них отвечать Все Погнали на улицу Кстати У Воеводы был такой Несколько лет назад До Аксисов До БРПшек Воевода катался на Прорайде На 163-м Просто доминировал Акебох Это потом он купил БРП И стал овощить А раньше на Поларисе То он зажигал Да Волчит тогда Ну наконец-то Сейчас здесь будет свободно все А то стояла целая куча снегоходов Фоксик Турбофоксик Все Уехал Уехал на тесты Его сейчас там Видимо Дожил бы до конца тестов Фокс И Воеводин Воевода интим И Женин один Женя, а где второй? Дим еще солодой А, все Уехал В общем такая грядочка у нас БРП Причем Во всем ряду БРП И Витин один котик Стоит Витя Ты почему не приехал Даже один раз По погоде Если бы не ветер Я бы сказал Что это Лучшая погода Вообще Просто Которая может быть Но ветер Все портит Весь этот горнопляж Продувает конкретно И посмотрите Что сделали Бульдозеры Один бульдозер Точил другого Значит Нет Начну с самого начала Вчера Я спускаюсь оттуда Мы когда приехали Обычно по нашему путику По дорожке спускаюсь Тут все нарыто Я чуть не упал Ребятам кричу в расу Объезжайте вокруг Вот там гостиницу С этой стороны Где дорога Они объехали Я здесь Благополучно проехал В общем И смотрю Бульдозер стоит сломанный Стоит и стоит Думаю Ну ладно Пришел в гараж Заехал Все парням говорю Что такое Они говорят Чистил и сломался И сегодня утром Приехала Четра Другой бульдозер И эвакуировал Сломанный Разворотили Все Как выезжать Я не знаю Скорее всего Там по дороге Пальцы коченеют Ребята Не представляете Какой хиус Несмотря на то Что солнце И синее небо Хиус жесть Надо сегодня Куда-то пониже Все Погнали Другой бульдозер Другой бульдозер Прекрасный день сегодня Здесь в ручейке не дует Абсолютно Мои товарищи внизу Еще одна группа Иванова Чуть подальше Костерок У них шашлык Сосиски Сейчас в общем на обед Поедем к ним И сегодня Ребята Я бы хотел рассказать Про свой снегоход Про Берпийский Дусаммит 850Х Экспер 154 21 Модельного года Но он у меня Непростой На нем стоят Некоторые вещи И вот про них Я бы хотел Рассказать Прежде всего На каждом своем снегоходе Я дорабатываю Органы управления И Фокс Не стал исключением Курок Скинс Регулируемый Под один пальчик Вынос Рулевого вала От Ваеводы Это просто Мастхэв Нужно обязательно Ставить Ездить Намного легче Плюс Проставка руля 2 дюйма Я небольшого роста Метр 78 И Мне требуется Опускать Руль И вообще Я считаю Что руль Должен быть Как можно Ниже Вот у меня Даже есть логотип Ваеводы И кстати От Ваеводы У меня здесь стоят Защиты Защита тормозного бачка Обязательно Потому что первые ветки Его сносят И Защита Радиатора Даже можно посмотреть Воевода Написано Это что касается Органов управления И различной защиты Из существенных доработок Которые повышают Производительность Снегохода Задние колеса 10 дюймов TKI Кстати Сколько вот езжу Никаких нареканий Снег не налипает Просто Must have Вау Эффект Обеспечен Снегоход проще Встает на пятку Проще контролируется В пятке Не садиться Вот так Вниз Как со стандартными Колесами Он продолжает ехать Когда Вы уже практически Запилились Он дальше Так едет И едет Еще одна Существенная Доработка Этого Снегохода Это Полный Титановый Выхлоп Полностью Выпускная Система Резонатор И глушитель Из титана Что это Дает В производительности Скорее всего Мощности Не добавится Хотя У меня Стояло На четверке Вариатор Стоял на четверке И он Крутил Восемь тысяч Когда я поставил Титан Он у меня Начал крутить Восемь сто То есть Мотору Легче стало Я ушел На тройку Я думаю Что это Совпадение Может быть Снег Изменился В общем Не стоит ждать Прибавки В мощности Но Что существенно Изменилось Так это Вес Минус 10 килограмм Это Очень существенно Причем С передней части Снегохода С морды Мы сняли 10 килограмм В общем Доработки Снегохода Простые и понятные Требуют Конечно Бюджета Но Снегоход С этими Доработками Становится Сильно лучше И На нем Ездить Гораздо Приятнее И комфортнее И управляется Он лучше В принципе Вы можете Доработать Снегоход Так же Как у меня Самостоятельно Купить Колеса Выхлоп Титановый Тут Решайте Сами По усмотрению Я бы Конечно Просто Поставил Примоток GGB Маунт Самый Оптимальный Вариант Вынос Руля Проставка Курок Колеса Выхлоп В принципе Ничего Сложного Нет Можно Все Найти Купить Установить И доработать И вы Получите Уже Более Продвинутый Снегоход Но у меня Есть для вас Предложение Летом Я буду Собирать Этот комплект И продавать Уже В комплекте Называться Это будет Новиков Эдишн Будет Снегоход Новиков Эдишн Но об этом Чуть попозже Снегоход Биорпийский Дусаммит 850 Икс Икспер 154 Атмосферный 22 Модельного Года Уже В такой Комплектации Это будет Где-то Через Месяц Недели Через Две Ис-три Даже Анонсировано В следующих Сериях Но будет И отдельный Комплект Покупая Который И устанавливая На свой Снегоход Вы будете Получать Точно Такой же Снегоход Как у меня И графика Новая Которая Будет На следующий Сезон Дизайн Уже Разрабатываем Так что Ребята Подписывайтесь Чтобы не пропустить И это Кстати Будет В итоге Дешевле Чем Все По отдельности Покупать И устанавливать Экономику Никто Не отменял Экономика Должна быть Экономной Катаемся Мы катаемся По нашему Ручейку И тут Иваново Знаменитые Любители Арктикетов И причем Не просто Не просто Здесь стоят Шашлыки Сосисочки У них Все По высшему Разряду Не могли Проехать Просто Мимо Пойдемте Посмотрим Что там У них На камеру Поработать? Да Да Давай Реальные Шашлыки Ребят Реальные Реальные Смотрите Сковородочка Термопакет Масло Вообще Ну заехали Так заехали Тут без комментариев А Волтан есть? Так, ну пока что я вижу три котика, две альфы стоит и хардкор, двоевода интим. Хардкор от альфа отличается задней подвеской. А, он 162 кстати, длинненький кот, а там roadtruck где-то едет. Мы здесь кстати стоим в таком месте, а вон. Как быстро он кстати едет. Ладно, съедят без меня, надо срочно приглашать снимать. И идти кушать. И еще у нас остался склончик вон тот. Правда он опасный собака, но попилим его. Кто не знает, вот эта подвеска альфа называется. Стоит на артикете. В отличие от классической подвески, где две рельсы идут, две направляющих, здесь одна. И гусеница у них тоже специфичная. У них такие вот грунтозацепы, лопаты. По две через одну. На всех остальных гусеницах идут, ну на Polaris и на BRP идут по три лопатки. Есть плюсы и минусы у этой подвески, вообще у этого снегохода. О нем я его тестировал три дня в первом сезоне, где-то в январе. Так что кому интересно, посмотрите то видео, там я все рассказал, на нем катнул. Конкретно этот снегоход, смотрите, здесь усилитель туннеля, потому что туннель здесь слабенький. Нужно обязательно ставить усилитель. Подножки воевода хорошие. Стоки здесь стоят так себе подножки, не фрезерованные. Штамповка воевода, алюминиевые трубы. На них ничего не задерживается, снег просто просыпается сквозь них и они всегда чистые. И плюс такие вот зацепы, которые рвут очень ботинки. Но держат очень хорошо, это главное. И вот, в это время я попал. Значит племен ride. Я иду. Я убежал. Я иду. Я иду. Звук. Я иду. 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 Такое случается, когда слишком много думаешь В какую сторону возвернуть Влево, либо вправо И в этот момент самое главное Отпрыгнуть куда-нибудь подальше Я, слава богу, успел отпрыгнуть Всего лишь рулем по ноге В район защиты попало Так что все отлично Просто вертикально В свой же след Это из-за того, что Во-первых, думаешь много Влево, либо вправо И в последний момент нельзя ни в коем случае Отпускать газ То есть если отпустил газ Нужно сразу же выпрыгивать Из-под снегохода Пока нажат газ Снегоходом можно управлять Как только отпустил газ Все, снегоход Он просто валится Куда ему Куда он валится Туда он валится В общем, ребята Сейчас мне нужно Обтаптывать эту сторону И переворачивать Лопатка, естественно В кофре Слушайте, ну Меньше минуты Я не думал, что так легко перевернул Но здесь склон И думал, ногой сетки вынес Все отлично Сеточки Целый навигатор Здесь Все целое Кстати, по сеткам Когда мы их получили Только Вернее В Шерегеше В прошлом году Когда Первый раз увидели новый капот Мы такие Ох Будут рваться Первые веточки Все Сетки выкидываем Но Ни одной сетки Ни я Ни мои знакомые Здесь не порвали Прожигали костром Да Но Не порвали Поэтому усиленные сетки Можно, конечно, купить И типа подстраховаться Но Я считаю, что это бессмысленно Стандартные Ходят отлично Мы уже на обратном пути И Это Ратрачка Это Ручей Безымянный Называется И Здесь Обычно Мы здесь не ездим Но иногда Ратраки Пробивают здесь Дорогу Посмотрите Какой Жестокий Наддув Просто Метра Сколько Три Наверное Высотой Наддув Такой И вот Он Длиной Идет туда Даже за поворот Вообще Вот Этот склон Там Чуть пониже Он сходил Наддув Этот Бывает Иногда Откалывается Видно Даже Вот Снежочек Немножко Сыпается Это Надувает Сюда Он Шик Шик Но Наддув При Определенных Условиях Когда Много Снега Скапливается Он Отламывается Это Уже Весной Сейчас Не видно В принципе Чтобы он Еще Отламывался Это Зимой Но Скоро Я думаю Сюда Снега Нанесет И он Будет Отламываться В общем Такая Вот Достопримечательность Естественно Ездить Здесь Можно В принципе Он Упал И все Но Под ним Стоять Опасно Так что Мы поехали Быстрее На базу Достопримечательность Эх Fox Красивый Красивый Снегоход Но На следующий год Наклейки Будут Красивее Наклейки Просто Чума Я уже Видел Эскизы Примерные Сейчас Будем Определяться Какие Но Наклейки Огонь Последние Деньки Я докатываю На этом Снегоходе Снегоход Отличный Просто Я не знаю Вот я езжу И кайфую Как Очень удобные Дорогие Кроссовки Все Под рукой Вообще Вкатан В него Конечно Я когда Сажусь На какой Другой Снегоход Даже BRP Даже Эксперт Даже Атмосферный Не говоря уже Про турбо Турбо Абсолютно Другой Снегоход И то Так Нет Выноса Настройки Подвески Другие На этот Ну Свой Снегоход Есть Свой Снегоход В общем Сейчас Заправляю Все Подготавливаю К завтрашнему Выезду Завтра У меня Еще Еще Я работаю А послезавтра Вроде Как Должны Быть Тесты 22 Модельного Года Но это Не точно Посмотрю Как я себя Буду Чувствовать Потому что Лучше Перед Гидованием Которое Будет Понедельник Пять Субботу Воскресенье Отдохнуть Хорошо Но опять же Потестировать Тоже Тоже Надо В общем Ребята Оставьте Палец Вверх Подписывайтесь Если Вы Еще До Сих Пор Не Подписаны А я Прощаюсь С вами До Завтра Всем Пока Субтитры 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 Субтитры